Здравствуйте, мои хорошие! Всех приветствую на своем канале! Сегодня я хочу с вами еще поговорить о храме, поскольку это понятие на сегодня, которое присутствует в нашем создании, оно присутствует в таком каком-то низменном варианте. Для нас храм это здание. Здание, построенное из камней, либо из дерева. Для иудея это синагога, для христианина это церковь, для мусульманина это мечеть. Но давайте выясним, что же на самом деле такое понятие храм. Дело в том, что когда мы читаем текст Иоанна Богослова, где описывается Новый Иерусалим, то в текстах говорится о том, что храма в этом городе не будет. Вот давайте засчитаем эти тексты и выясним, что же нам говорит Иоанн Богослов. К какому пониманию храма он хочет нас привести? Это у нас будет глава 21, стих 1, 2, 3, затем 10, 22 и 23. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, скинь о Бога с человеками, он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог будет с ними, Богом их. И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Слушаем дальше. Очень интересная деталь. 22 стих. Храма же я не видел в нем. Ибо Господь Бог, сидя житель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, а для освещения своего. Ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Итак, храма же я не видел. Ибо Господь Бог, храм его и Агнец. Храм этого города, Господь Бог. И частью этого храма является Агнец. Расскажите, как так? Что это такое? Дело в том, что мы должны понимать природу нашего Бога. Бог наш живой. И Он живет и присутствует в каждом из нас. Отсюда и понятие нашего духовного храма, нашего истинного храма, оно совершенно другое. Бог не присутствует на каких-то картинках, в каких-то стенах. Мы не там Его ищем. Мы должны искать Его в себе, потому что мы часть нашего живого Бога. И об этом говорят тексты. День святых апостолов, 17 глава, стих 27-28. Хотя Он и недалеко от каждого из нас. Он Бог. Ибо мы им живем и движемся и существуем. То есть Он живет в каждом из нас. Читаем дальше. День святых апостолов, 7 глава, стих 48-49-50. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Как говорит пророк, небо престол мой и земля под ножи и ног моих. Какой дом сожиждите мне, говорит Господь. Или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? И небо, и земля сотворены нашим Вседержителем. Господа Богом. Какие рукотворные храмы могут иметь вес по сравнению с тем, что сотворено? Он живет во всем, что сотворил. День святых апостолов, глава, 17 стих 24-25. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам дал всему жизни дыхание и все. Поэтому ему не нужны никакие помещения. Ему не нужны никакие атрибуты, никакая ритуалика. Это людям, которые не могут воспринять живого Бога, это все надо. Для того, чтобы быть набожными хотя бы. Поскольку до самого осознания веры они далеки. Как говорил Иисус про храмы, все будет разрушено до камня. Потому что во главе угла не стоит краеугольный камень. И он говорит, кто является этим краеугольным камнем. Это от Господа дивного очах наших. Он говорит не о себе, он говорит о Господе Боге. Эту же цитату мы находим у Давида. В дальнейшем в текстах апостола Павла краеугольным камнем становится и сам Агнец. То есть сам Иисус Христос. Да, он является частью этого храма. И это доказывают тексты, которые говорят, что храма я здесь там не видел. Господь Бог, храм его и Агнец. Читаем еще. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 16. Какая совместимость храма Божия с Идовами? Что такое Идовы? Идовы. Это в принципе все, что сотворено руками человеческими. Все, на что и через что люди морятся и приходят к живому Богу. Ну, по крайней мере, так считают. Ибо вы, храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. В нас живет Бог. И буду их Богом, и они будут моим народом. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами, черями, говорит Господь Бог, все держите. Это второе послание к Коринфянам, глава 6, 16 и 18. Первое послание Петра, вторая глава, пятый стих. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Поэтому настоящее понятие храма – это единство между нашим Создателем, который сотворил всех нас, Иисусом и нами. Потому что мы все части единого храма. И такой храм – это храм совершенства, духовного совершенства. Он пребывает у нас в пророчествах о будущем. Поэтому я думаю, что когда-то придется нам с этим смириться. Всего вам доброго. До следующей встречи. Продолжение следует...